Натуре, Великобритания, пора говорить о пандемии. Коронавирус вступает в новый опасный этап. Юин Кэллоуэй. Натуре, Великобритания. 26 февраля 2020 года. Распространение нового коронавируса в ближайшее время может стать неудержимым, предупреждают ученые, обеспокоенные быстрым ростом числа заболеваний за пределами Китая. Кое-кто уже заговорил о пандемии. В Южной Корее вирусом заразились более 900 человек, многие из них, во время вспышки заболеваний в городе Тегу. А в последние дни власти Италии в срочном порядке пытаются сдержать распространение инфекции на севере страны, где заразились свыше 300 человек, а 10 умерли. Самую большую тревогу вызывает вспышка в Иране, унизшая по меньшей мере 15 жизней. Количество инфицированных в этой стране неизвестно, и похоже, что вирус уже распространился на другие страны Ближнего Востока. Последние вспышки, многие из которых не имеют четко выраженной связи с Китаем, а также признаки того, что у некоторых людей инфекцию не удавалось выявить неделями, могут означать одно – сдержать вирус, вызывающий болезнь под названием ЧВИ-19, уже невозможно. Выявление необнаруженных ранее многочисленных случаев заражения в Иране и Италии, а также в Южной Корее показывает нам, что сдержать коронавирус сейчас уже вряд ли возможно, говорит эпидемиолог-инфекционист из Гонконгского университета Бен Каулинг, Бен Чаулинг. Это означает, что нужны новые стратегии для сдерживания распространяющегося заболевания, заявляют ученые. Среди них намного более масштабные меры за пределами Китая, ограничивающие контакты людей, скажем, закрытие школ. Однако исследователям надо ответить на ряд ключевых вопросов об этой вспышке, чтобы осуществлять такие действия наиболее эффективно. Первый вопрос о том, передают ли дети вирус столь же широко, как и взрослые, и подвержены ли они инфекции в той же мере, что и взрослые люди. Возможно пандемия. Руководство Всемирной Организации Здравоохранения заявило 24 февраля в Женеве, что глобальные вспышки коронавируса пока еще не являются пандемией, так как пандемией называют неограниченное распространение инфекции во многих регионах мира. Обладает ли этот вирус потенциалом пандемии? Несомненно, обладает. Пришла ли к нам пандемия? По нашей оценке, пока еще нет, сказал генеральный директор ВОЗ Тедросадханам Гебрейсус, Тедросаданам Гебрейсус. ВОЗ отправляет группы экспертов в Италию и Иран, чтобы сдержать там вспышки заболевания. Однако другие ученые заявляют, что скачок заболеваний в международном масштабе ознаменовал переломный момент в продолжающейся два месяца эпидемии. Что бы ни говорил ИВОЗ, я считаю, что эпидемиологические условия для пандемии уже созрели, говорит эпидемиолог-инфекционист из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета Марк Липсич. Марч Липсич. В рамках любого здравого определения пандемии уже есть свидетельство того, что она началась. Выступая 25 февраля на пресс-конференции в Атланте, руководитель одного из центров по контролю и профилактике заболеваний заявила, что распространение болезни вполне вероятное в США. В большей степени вопрос заключается не в том, случится ли это в нашей стране. Вопрос в том, когда это случится, сказала директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нанси Мессоньер, Нанчи Мессоньер. Смерть в Иране вызывает у исследователей особую тревогу. Если первые выявленные случаи летальные, это значит, что инфекция там продолжается уже несколько недель, говорит Каулинг. На прошлой неделе были обнаружены многочисленные случаи инфекции в Ливане, Ираке и других странах, причем инфекция эта была завезена из Ирана, что весьма тревожно, говорит географ из Саудгимптонского университета Эндрю Татьем, Андрео Татьем, чей исследовательский коллектив смоделировал глобальное распространение вируса. Дело в том, что иранцы довольно редко выезжают за рубеж, а это указывает на то, что внутри страны много необнаруженных случаев заболеваний, и следовательно, болезнь там циркулирует уже довольно долго. Я думаю, в Иране мы видим только верхушку айсберга, так как там сообщают только о самых серьезных случаях заболеваний, добавляет к рассказу Татьем и исследователь общественного здравоохранения из Эдинбургского университета Девиз Ридхар, Девиз Ридар. Не выявлены и контакты пандемии это или нет? Липсич и другие ученые говорят, что меры сдерживания, которые, казалось бы, более месяца не дают коронавирусу выбраться за пределы Китая, в скором времени могут стать нецелесообразными. В центре этих усилий находится быстрое выявление заразившихся коронавирусом и тех, с кем они тесно контактировали, а также их изоляция с целью предотвращения дальнейшего распространения болезни. Я думаю, в большинстве мест не хватит ресурсов, чтобы отследить все пропущенные случаи, выявить всех инфицированных и так далее, отмечает Липсич. Решение ВОЗ не применяет термин пандемии в отношении глобальных вспышек. Инфекция отчасти основана на данных, которые показывают, что пик инфекции в Китае пришелся на период между 23 января и 2 февраля, и что меры контроля, такие как частичная изоляция городов, откуда берет начало вирус, скажем, города Ухань, помогли предотвратить новые случаи заболеваний. Однако Каулинг говорит, что в более широком масштабе такие меры нецелесообразны. Строгая изоляция городов может дать результат, если сохранять такой режим несколько недель и даже дольше. При этом всегда существует риск, что в случае ослабления карантина начнутся новые вспышки, так как инфицированные люди станут разъезжаться из открытых городов. Надо внимательнее думать о том, какие меры будут эффективны для снижения случаев передачи инфекции без полного закрытия городов и без запрета на передвижение людей, добавляет он. Роль детей такие меры борьбы с инфекцией включают социальное дистанцирование, понижающее шансы на контакты между людьми. Я думаю, что очень скоро большая часть стран переключится на различные формы такого социального дистанцирования, когда не нужно знать, кто инфицирован, а кто нет, говорит Липсич. Например, исследования пандемии гриппа 1918 года показали, что в городах, закрывших общественные места, такие как школы, храмы и театры, уровень смертности был ниже, чем там, где такие меры были приняты позднее. Однако эпидемиологи говорят, что о нынешней вспышке и о коронавирусе известно слишком мало, а это не позволяет эффективно задействовать меры социального дистанцирования. Чтобы определить оптимальный момент для их применения, нужны дополнительные исследования. Скажем, закрывать школы стоит лишь в том случае, если ученым будет известно, что дети активно передают коронавирус. Согласно имеющейся информации, дети в случае заражения вирусом болеют не так тяжело, как взрослые. Однако ученым неизвестно, восприимчивы ли они к инфекции в той же мере, что и взрослые, и легко ли они передают вирус другим людям. Это один из самых неотложных вопросов, на которые нам надо дать ответ, говорит Каулинг. По словам Липсича, дети играют важную роль в распространении сезонного и пандемического гриппа. Но с этим вирусом далеко не все ясно, подчеркивает он. Липсич полагает, что лучший способ выяснить роль детей в распространении инфекции ЧАВИД-19 состоит в том, чтобы проанализировать тесно взаимосвязанные случаи заболеваний, например, в одной семье. Это поможет определить, как распространялся вирус, заразились ли им дети, и передавали ли они инфекцию другим. Вопрос об иммунитете Если коронавирус распространится повсеместно, ученым также надо будет выяснить, как у людей после заражения вырабатывается иммунитет к этому вирусу. Липсич говорит, что по мнению исследователей, инфицированные люди какое-то время обладают иммунитетом и не могут заразиться повторно. Но непонятно, насколько длительным является этот период. Он отмечает, что при заражении коронавирусами, вызывающими обычную простуду, иммунитет сохраняется ненадолго. То же самое может быть и с новым вирусом. Ответ на данный вопрос могут дать проверки уровня антителов и здоровевших людей, которые надо проводить неоднократно. По словам эпидемиолога Дэвида Хеймана, Давид Иман, работающего в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, борьбу с ЧАВИ-19 надо вести не только мерами сдерживания и уменьшения отрицательных последствий. Он полагает, что Италия и Южная Корея постараются сдержать по мере возможности распространения болезни и выяснить ее происхождение, одновременно работая над мерами по минимизации последствий. Мне кажется, люди придают слишком большое значение пандемии. «Я считаю, что важно понимать суть эпидемии и методы борьбы с ней», — говорит Хейман. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.